Смотрите сегодня в выпуске. Генеральный план города обсудили на публичных слушаниях, какие вопросы волновали саровчан. Ради жизни 20 апреля национальный день донора. Триумф хоккея саров завоевал золото чемпионат области в высшей лиге. Далее расскажем обо всем подробно. Указом президента в августе 2021 года к Сарову присоединили новые территории части Вознесенского, Дивеевского и Темниковского районов. Так возникла необходимость в разработке нового генерального плана города. Проект должен был пройти публичное слушание, а окончательный вариант администрации необходимо представить к июню этого года. Проблемой в настоящее время развития города является полностью исчерпанием всех земельных ресурсов. И поэтому это является достаточно серьезным сдерживающим фактором развития территории. Соответственно, с учетом ранее разработанной концепции, проектом генерального плана предусмотрено увеличение численности населения до 123 700 человек. Генеральным планом предусмотрено отведение территорий под перспективное жилищное строительство. Основная доля данных территорий предусмотрена размещать в северной части присоединяемой территории. Более 96% предусмотрено под многоэтажную жилую застройку. Под эти цели отведено 319 гектаров. Здесь можно построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Предусмотрено и создание новых социальных объектов, в том числе школ и детских садов. Предусматривается размещение двух поликлиник, увеличение мощности существующей поликлиники с учетом произведенных расчетов, потому что в связи с увеличившей численность населения может возникнуть дефицит. В том числе предлагается увеличение автопарка существующей станции скорой помощи. Для развития инфраструктуры для занятий спортом проектом генерального плана заложено размещение двух физкультурно-оздоровительных фоков, строительство зданий лыжной базы, а также строительство спортивной площадки вокруг спортивной школы Саров. Также проект генплана предусматривает строительство здания городского музея, центра культурного развития и детской библиотеки. Помимо присоединения территории, генеральный план добавили новые объекты, в том числе там появилась дорога, проходящая через Саровскую ривьеру. Предполагалось, что она будет проходить с улицы Советской до проспекта Музруково, таким образом срезая угол театра. Однако наличие такой дороги вызвало возмущение всего микрорайона. Письма с подписями против отправили в администрацию жителей улиц Музруково и Казамазово. В том числе в одном письме было 120 подписей. Дороги не будут. Проезд никто там не планирует. Это даже регулирование регулированных планов. Это по-моему, по-моему, со спортирной площадкой, школы. Ничего, лучше регулирование школы? Ничего, еще раз, дорогу мы немножко лично ирисовали, сознаем, что это моё, а проезд мы даже не думаем. Это не регулирование. Мы предлагаем, когда есть, не учить вообще любого рода проезды там, лично и почему. Ничего, 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 ничего. Жилищного комплекса обеспечивает, значит, парковку личного автотранспорта жителей Саровской ремьеры. При этом не блокируются проезды, обеспечивают тяжелые техники муниципальных служб. И также свободно будет проезд обеспечен автомобиль специального назначения, пожарные, скорая помощь, ученицы и полиция. Также жители отметили, что есть проблема въезда в жилой комплекс. Со стороны Музруковой предложили реструктуризировать перекресток строителя Захарова-Музрукова. Предложение добавили в протокол для дальнейшей проработки. Еще один вопрос, вызвавший бурные обсуждения, касался дороги между таунхаусами в 22-м микрорайоне и школой 11. Местные жители высказались против, но проект планировки на эту территорию, по словам Михаила Кашпаева, утвержден. Там не дорога, а также проезд, потому что даже сама эта школа запроектирована, вся техническая часть, выезд на проезд. То есть какой-то там красивый пешеходный бурлак, а сделок пока не подставляется. Она уйдет к генеральному плану, скорее всего, как дорога, но останется как проезд, который запроектирован ранее. А нам сколько нас людей собрали? Мы в прошлый раз 400 подписей собрали, принесли. Мы все равно эту дорогу поставили в генеральный план. Все равно у вас деньги, но давайте мы... Надо сколько? Тысячу привезти людей или как? Эта дорога, она была, присутствовала, и она является сейчас транспортной инфраструктурой города. То есть мы понимаем, выделяем ваше желание, я со своими домами не имею, транспортной какой-то структуры, но для нужного обеспечения города это необходимо. Эта дорога и этот сквер, они как бы генеральный план, сегодня действующий, как и в новом. Не основная часть улиц, но уже реализованы те параметры, которые реализованы. Кроме того, жители предложили предусмотреть создание инфраструктуры для велосипедистов, увеличение числа парковок, решить вопрос с выделением участков для многодетных, уделить больше внимания созданию комфортной городской среды для инвалидов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В сквер на проспекте Мира или зона отдыха на Проду Боровом. Один из этих объектов благоустроят в рамках программы формирования комфортной городской среды в 2023 году. Обе территории выставляли на голосование годом ранее. Тогда саровчане отдали предпочтение скверу за администрацией. Первый этап его реконструкции уже начался. На те выделенные деньги, это в размере 24 миллионов рублей, нам удастся только привести в соответствие диагональные дорожки, то есть пешеходную сеть мы делаем, ну и определенные делаем инженерные закладные для того, чтобы впоследствии провести соответствующие кабели и коммуникации. То есть основное сейчас у нас обеспечение подходов к центральной зоне, будем так говорить, где расположен фонтан. Благоустройство фонтана и центральной площадки выносят на голосование в этом году. В выборе приоритетной территории важен каждый голос. Департамент городского хозяйства призывает саровчан не оставаться в стороне. Обязательное условие участия нашего города в получении финансирования на следующий год, преодолеть порог голосов 8600, пояснила Людмила Шлипугина. Показатель уровня поддержки и участия в выборе территории нашего населения. Потому что основным условием проекта федерального формирования городской среды является не только выполнение работ по благоустройству, а то, что все приоритетные задачи, виды работ, сами территории должны выбираться с жителями. Голосование стартовало 15 апреля и продлится до 30 мая. Отдать свой голос за выбранную территорию можно онлайн на сайте голосза.ру. Процедура занимает не больше пяти минут. Для регистрации на сайте нужно указать свой номер телефона, инициалы, место проживания, либо войти через госуслуги. Если житель города уже голосовал ранее, он может не подтверждать свой номер, а воспользоваться плашкой «Вход для голосования». В этом году опять возвращается практика, что будут волонтеры с планшетами. То есть мы, скорее всего, сделали вывод, что они не будут работать в торговых центрах, потому что в торговые центры люди приходят быстро что-то купить, уйти, дома ждут тела. Мы постараемся сделать это в таких зданиях или учреждениях, где люди могут посвятить голосование какие-то, найти 3-5 минут. Проект, набравший большее количество голосов, будет в 2023 году благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Привет, Надежда, слушаю вас. Здравствуйте. В 2019 году клиническая больница номер 50 вступила в национальный проект «Бережливая поликлиника». С одной стороны, это позволяет более рационально использовать кадровые и материально-технические ресурсы медицинской организации. А с другой, экономит силы и время пациентов, которые обращаются за медицинской помощью. В рамках проекта с 15 апреля в КБ номер 50 заработала единая справочная служба, которая объединила колл-центры 1-й, 2-й и детский поликлиник. Это объединение позволит нам обеспечить лучшую взаимозаменяемость сотрудников, повысить качество работы с пациентами, уровень общения с пациентами, сократить количество недозвонов и уменьшить срок ответа оператора на звонок. В единой справочной службе работает многоканальный телефон 9-55-11. Звонки принимают с 7 до 19 часов по будням, с 8 до 16 по субботам. Пока в центре 7 операторов-консультантов. При необходимости их число увеличат. Пока еще есть саровчане, которые не в курсе нововведений. Они звонят в регистратуры поликлиник, но там их направляют в единую справочную. Пиковые часы утренние. Максимальное количество звонков поступает в понедельник и в пятницу. Средняя продолжительность разговора где-то полторы минуты. И в среднем в день поступает около 900 звонков. Самое частое – это вызов врача на дом, запись на прием к врачу, запись на медобследование, медосмотры, диспансеризация, вакцинация и справочная информация. Оператор принимает звонок, уточняет, к какой поликлинике прикреплен пациент, выясняет самочувствие звонящего, если тот хочет вызвать врача на дом, и решает, кому направить вызов – фельдшеру или врачу. Если пациенту надо записаться на прием, оператор помогает подобрать дату и время. В дальнейших планах – использование мессенджеров для информирования пациентов о приеме врачей. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия. К переливанию крови прибегают как к последнему средству, когда жизнь человека висит буквально на волоске. При этом для донора процедура сдачи крови совершенно безболезненна, а в некоторых случаях и полезна. После процедуры кровоодачи мы особенно смотрим за новичками. Те кадровые доноры, которые у нас приходят раз от разу, и много очень почетных доноров у нас даже сегодня, это те, кто стал больше 40 раз кровью или 60 раз плазмой. Они, как правило, чувствуют себя очень хорошо, они адаптированы к кровоодаче. И сама кровоодача стимулирует организм. С улицы людей на кровоотдачу не берут. Все желающие сначала записываются. В течение месяца медики собирают данные о потенциальном доноре. Его историю болезни, не стоит ли он на учете в психдиспансерии, не находится ли в контакте с инфекционным больным. После чего приглашают на процедуру. После регистрации донора направляют на анализ крови из пальца, проверяют уровень гемоглобина, а затем на медосмотр. Отмечается это медицинская карта и отправляется на завтрак. У нас в соседней комнате происходит завтрак. В завтрак ходят у нас чай, печенье, сахар. Это профилактика омарка, она считается обязательной в нашей стране. После того, когда попьет чай, отправляется в операционную уже. В операционной проводят не больше пяти или десяти минут. Ежегодно в нашем городе сдают кровь до 600 саровчан. Многие приходят не один раз. Общее число донаций за 12 месяцев в среднем составляет 1500. Путь к донорству у каждого из этих людей свой. Юлия Юдина поделилась с нами своей историей. Впервые сдавала кровь для своего сына в Нижнем Новгороде. В большом центре пункта проливания крови. И получилось так, что в тот момент, когда я заполняла анкету, поступил звонок на пульт в ожоговый центр. Нужна была кровь для девочки четырех лет. Мы еще не успели заполнить анкету. И здесь следующий звонок о том, что кровь не нужна, девочка умерла. В тот момент души у Юлии что-то перевернулось. Она вернулась в город и приняла решение стать донором, помогать людям жить. Женщина занимается этим благородным делом почти 10 лет. Ей немного осталось до звания почетного. На станции переливания крови Юлию встречают как доброго друга, как и всех остальных, кто решил присоединиться к делу спасения жизней. Но один момент заставляет задуматься. Средний возраст доноров сейчас 25-50 лет. Очень мало молодежи. Зная, что нет еще такого препарата, который заменил бы человеческую кровь, мы уверены, что наша молодежь обязательно подхватит знамя этого гуманизма и обязательно протянет руку любому человеку, нуждающемуся в помощи. То есть движение донорства в нашей стране будет продолжаться до того момента, когда ученые изобретут тот препарат, который сможет полностью изменить человеческую кровь. Рак шейки матки – одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у женщин. Если заболевание выявляют на поздних стадиях, оно быстро приводит к значительному ухудшению качества жизни, а зачастую и к летальному исходу, так как возможности его лечения ограничены. Для того, чтобы предотвратить развитие этого коварного недуга, женщинам необходимо раз в год посещать гинеколога. Рак шейки матки просто так за месяц, за два он не берет. То есть это должно пройти определенный период времени. Как правило, это занимает от трех до пяти лет. И пациентке, у которой мы видим какие-то изменения, или в цитологии, или визуально, полипоскопии, какие-то изменения видим, мы ей можем рекомендовать до обследования. Такие как ПЦР на вирус папиллома человека. В начале апреля Оксана Александровна побывала в Нижегородском областном клиническом онкодиспансере на практических занятиях по вопросам ранней диагностики рака шейки матки. За день специалисты осмотрели около 20 пациенток с этим диагнозом. Средний возраст женщин составил 35-37 лет. Курсы были полезны в том, что, во-первых, мы убедились в том, что мы правильно забираем анализы. Нам еще раз показали правильность забора этих анализов. Потому что ведь правильность забора, она дает большую точность, информативность. Потому что если неправильно забранный материал, можно взять, допустим, с одной части шеечки матки, а онкология оказывается в другой момент. Поэтому было разобрано конкретно, как берется, в каких местах берется. Медицина не стоит на месте, и курсы повышения квалификации для любого врача очень важны. Непрерывное образование помогает совершенствовать методы работы с пациентами, пояснила Оксана Шпейт. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, служба новостей Саров-24. Конкурс профессионального мастерства своей профессии «Горжусь» – традиционное старейшее мероприятие Саровского медицинского колледжа. Из-за пандемии он не проводился два года, и вот, наконец, эпидемиологическая обстановка позволила собрать в актовом зале преподавателей и студентов учебного заведения. В этом году конкурс посвятили 60-летнему юбилею колледжа. Традиционно в конкурсе принимают участие лучшие наши выпускники, лучшие наши студенты. Конкурс в этом году состоит из четырех этапов. Первый этап называется «Соискатели вакансии». Ребята предварительно подготовили резюме, и вторая составляющая данного этапа – это прохождение видеособеседования с потенциальным работодателем. Второй этап назывался «Теоретики». Участникам предстояло ответить на каверзные вопросы ведущих и продемонстрировать знания по теории медицины, полученные за годы учебы. Третье испытание – «Золотые руки». Участники конкурса должны будут продемонстрировать и демонстрировать свои профессиональные компетенции. В этом учебном году мы решили дать на конкурс такую сложную манипуляцию, как технология заполнения системы для капельного внутривенного вливания с усложняющим элементом. Последний этап конкурса – самый значимый, не отложка. Участникам необходимо было оказать первую медицинскую помощь и определить, что случилось с пациентом. Нужно было показать умение работать в команде, грамотно задать вопросы, уметь взять себя в руки в критической ситуации. Буду срочно вызвать врача. Нужно будет наложить ЭКГ, потому что подозрение на острый инфаркт миокарда. Николай Зайцев долго готовился к конкурсу, читал учебники и повторял пройденные за годы учебы. Как рассказал юноша, все медицинские манипуляции они проходили на втором курсе и во время практики, так что практической части он не боялся. Вопросы теоретической части, на его взгляд, были довольно легкими, но требовали времени на размышления. Наверное, каждый конкурсант поблагодарен, что ему подарили такую возможность, чтобы показать себя, чтобы показать себя нашим преподавателям, директору, заучим, что все труды, которые они в нас вкладывали, это было не зря. Оценивали конкурсантов, в том числе представители потенциального работодателя клинической больницы номер 50. Когда-то они сами, будучи студентками медколледжа, принимали участие в этом конкурсе. Мы очень рады, что нас пригласили в состав жюри. Мы также переживаем за участников, так же, как и они. Уровень подготовки очень хороший. Ребята все стараются, молодцы, конечно. В дальнейшем хотелось бы их увидеть в наших рядах уже в клинической больнице в качестве сотрудников, медсестер, медбратьев, фельдшеров. В результате победу в конкурсе одержала Екатерина Мигунова. Второй стала Анастасия Сазанова, Николай Зайцев занял третье место. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Сквер на проспекте Мира за зданием администрации – одно из примечательных мест нашего города. Согласно архивам, когда-то здесь располагалось старое кладбище. Строить жилые дома на его месте не стали, вместо этого в 50-е разбили сквер. В парке расставили гипсовые скульптуры и фонтан «Дружба народов». В 1978 году территория сквера сократилась в полтора раза, многие объекты убрали. В прошлом году эта территория победила в голосовании по проекту «Комфортная городская среда». В этом начали первый этап его реконструкции. В рамках, в первую очередь, должны быть демонтированы плиточные покрытия на дорожках, и уложены новые покрытия из брусчатки. Будут отреставрированы лавочки, это будет почищена краска, вновь покрашены и поменяны деревянные сиденья из бруса. До 25 июня идут работы в части сквера рядом с художественной галереей. Территорию, где идет ремонт, оградили. Полностью все закроют после проведения выпускного. Деревья, как пояснил Василий Ласточкин, рабочие трогать не будут. Все зеленые насаждения останутся. Также после ремонта восстановят газоны. Будут новые цветники, это будут завезены на земля, посажены новые цветы. В общем, все будет очень красиво. Цена контракта 23 миллиона. Да, сейчас прорабатываем с поставщиками, ведем переговоры, чтобы выйти на адекватные цены по плиткам, по брусчатке, по бордюрам, по всем материалам. Работы идут по графику. Завершить реконструкцию первой очереди должны к 1 октября. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Весенняя неделя добра в Сарове – это благотворительные акции, встречи с общественными деятелями, квесты и мастер-классы. Участие можно принять в любом волонтерском мероприятии. Вся информация публикуется в сообществе ресурсного центра добровольчества в социальной сети ВКонтакте. Весенняя неделя добра проходит в этом году в Сарове. Ее организует ресурсный центр города Сарова, который располагается в молодежном центре. Но также есть мероприятия у разных организаций. Центр внешкольной работы, молодежный центр. Добровольческая неделя началась с акции «Улыбнись, малыш». Мероприятие прошло около детской поликлиники на улице Курчатова. Девушки в костюмах сказочных героев дарили детям яркие шарики с надписями «Спорт – норма жизни». Также приглашаем присоединяться всех горожан, кто хочет дарить добро. Потому что добро дарить на самом деле просто. Делайте добрые дела и несите добро людям. Волонтерство – это молодежный тренд. Новое увлечение современного поколения добровольчества сплачивает общество и помогает решать социально значимые проблемы. Кульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Труд на благо родного города. 21 апреля в нашей стране отмечают День работников местного самоуправления. Это молодой праздник, ему всего 10 лет. В этот день в администрации Сарова поздравили сотрудников, которые много лет отдали служению людям. Конечно, мы понимаем, что это очень огромный, большой объем работы. И работа очень часто может быть неблагодарная, потому что что-то идет в корзину, что-то не удается сделать, что-то не удается решить. И мы всегда на острие, всегда, с одной стороны, у нас суровый закон, надзорные органы, с другой стороны, наше население. На муниципалитеты государство возложило ответственные задачи. От эффективности деятельности администрации во многом зависит состояние социальной инфраструктуры, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве территорий и качество жизни граждан. Честно, поработав бок о бок, рядом с вами, плечом к плечу, я понимаю, что более интересной, более насыщенной, более важной, разнообразной работы просто не существует. Потому что это жизни наших горожан, наших соседей. Вы, превозмогая, может быть, свои личные сложности, свои производственные перегрузки, полностью отдаетесь приходящему и пытаетесь помочь ему. Это бесценно. Глава города вручил награды и благодарности сотрудникам управления и департаментов, которые трудятся в администрации уже много лет. Анна Кожевникова работает в муниципалитете 22 года. Пришла на должность кассира, затем стала бухгалтером, сейчас консультант управления бухгалтерского учета. Работа наша связана со многим, с бухгалтерским учетом, с отчетностью, освоением бюджетных денег. Работаем со всякими разными министерствами финансов, министерством соцполитики и многими другими государственными учреждениями. Работа, безусловно, требует большого профессионализма, изучения многих нормативно-правовых актов. Кроме того, работа Анны и ее коллег связана с 44-м федеральным законом и государственными закупками для муниципальных нужд. Все время требуется оставаться в теме, быть в курсе новшеств в законодательных актах. Коллектив очень хороший, очень большой. И я очень хочу сказать спасибо всем своим коллегам, которые всегда находятся рядом, каждый час с нами, в любые сложные моменты наших рабочих процессов. У нас очень дружная большая команда профессионалов, которые с полной отдачей работают, вносят вклад в развитие нашего города. Наша редакция поздравляет сотрудников администрации с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, терпения, благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого города. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Куличи, разукрашенные яйца, декорированные предметы для украшения дома. Так для многих людей выглядит праздник Пасхи или Светлого Христового Воскресения. А между тем, это самый главный и значимый день для православного мира. Верующие празднуют воскресение Иисуса Христа из мертвых, победу жизни над смертью. Наша вера базируется, наша вера складывается на фундаменте воскресения Христова. То есть на воскресение человеческой природы во Христе. И на основе вот этой преображенной природы, которую Господь нам преподает, которую Господь в благодати своей дарит нам, делится с нами. Как раз вся наша надежда, вся наша надежда на наше воскресение. Пасха всегда проникнута радостными, ликующими настроениями. На протяжении 40 дней, в течение которых Церковь отмечает праздник, верующие встречают друг друга словами «Христос воскресе». Пасха красная, то есть красивая. Поэтому к этому дню христиане убирают свои дома, украшают стол. Главный символ праздника – яйцо. Пасхальное яйцо, находящееся, так скажем, в видимой неподвижности, является, тем не менее, образом воскресения, является образом жизни, так как из яйца вылупляется жизнь. У некоторых есть такая своеобразная пасхальная традиция, как ходить на праздник на кладбище. Старший священник храма святых царственных страстотерпцев протеерей Сергий Скузаваткин рассказал, что этой традиции не так много лет, и появилась она в советское время. Тогда единственным местом, где был установлен священный для верующих символ креста, было кладбище. Когда храмов практически не было, люди ходили именно туда. Но сегодня такую практику церковь не поддерживает. В эти дни не принято, наоборот, в церковном календаре приходить на кладбище, потому что этот день должен быть абсолютно отстранен от всякой скорби, от всякой тени и темы мертвости. На Пасху стоит быть умеренным за праздничным столом, чтобы тяжелая и обильная пища не принесла вред здоровью. И тем более, если до этого вы соблюдали Великий пост. В этом году Светлое Христово Воскресенье верующие встретят 24 апреля. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Не ловите бабочек, топтать муравейники строго запрещено. Прочесть такие незамысловатые, но очень важные правила по сохранению природы можно на листьях дуба, что раскинул свои ветви в зале маленьких открывателей. Ребята придумывают их сами. Каждый юный гость библиотеки может повесить на дерево свой листочек. Сегодня я узнал в библиотеке, что нельзя топчить муравейники, не рвать цветы, не трогать хищных животных, нельзя включать громкую музыку в лесу. На арт-площадке цвет настроения зеленые деревья рисовали. Работали ребята в двух техниках. Наносили на лист краску ватными палочками, а в другой создавались зеленый лес в разных оттенках с помощью цветных мелков. Общее правило работы – использовать оттенки только одного цвета – зеленого. А в эко-мастерилке с любовью к природе в качестве материала для поделок выступали предметы, которые обычно мы выбрасываем, например, коробка из-под яиц. Сегодня зеленый день. Мы с Соней делали цветы, лошадку, колокольчик, цветочек и все. Интерактивные игры, путешествия в экологическую страну и экологический калейдоскоп познакомили юных сыровчан с деревьями, кустарниками, лекарственными растениями и рассказали еще много чего интересного. Во Всероссийской акции по защите окружающей среды библиотека Пушкина принимает участие впервые. Ей отвели целый день, который назвали зеленым. У нас в библиотеке и в структурных подразделениях организованы различные арт-площадки, игротеки, онлайн-викторины, эко-мастерилки. Ребята узнают, что значит зеленый цвет в жизни человека. Также с ребятами проводятся различные беседы о том, какой вклад они могут внести в сохранение нашей планеты. Ну а также у нас организованы необычные выставки, которые так и называются «Зеленые книги в библиотеке». С каждой зеленой книгой читатели получили в подарок закладку с полезной информацией о книге и экологических праздниках. Историю триумфа хоккея в Сарове написали на наших глазах. Впервые за все время существования клуб из нашего города стал победителем чемпионата области в высшей лиге. Сравчане долго шли к этой победе. В прошлом году завоевали бронзу. В этом подняли планку и дошли до финала, где встретились с действующим чемпионом – Таншаевским стартом. В субботу на льду соперника наши хоккеисты проиграли со счетом 8-2, заставив болельщиков понервничать. Но в воскресенье дома показали характер. Начали хорошо. 4-0 повели. Показали битву. Показали характер. И вот немножечко так дожали их в конце и выиграли 7-4. Андрей Калашников забросил шестую шайбу в третьем периоде, увеличив разрыв. А за две с половиной минуты до окончания игры седьмую шайбу забил Руслан Зазнобин, тем самым утвердив окончательную победу Сарова. В первую очередь очень много болельщиков пришло. Давно такого здесь не было, даже когда была профессиональная команда. Хочу обратиться всем большое спасибо болельщикам, потому что нас так сильно поддерживали и на выездных сериях, и здесь мы им отблагодарили это кубком золотом для Сарова. Весомый вклад в победу внесла молодежь. В этом году играть во взрослую команду пришли выпускники спортивной школы Саров, студенты Саровского физико-технического института НИЯУМИФИ. Я болею как представитель института, САРФТИ. У нас очень много студентов играет в этой команде, поэтому мы поддерживаем вузом. И наши студенты приходили болеть, я уже без голоса. Трудно описать словами ликования спортсменов и болельщиков. Получив кубок из рук представителей областной федерации хоккея, хоккеисты сделали почетный круг по арене Ледового дворца, продемонстрировав трофей зрителя. Затем, по традиции, победители подбросили вверх кепки. Мы команда. Вот кулачок один. Когда мы по одному, мы не можем играть. А когда мы все вместе, когда мы выходим заряжены, мы коллектив, мы готовы. Тогда шансов нет ни у кого. Я думаю, в следующем сезоне тоже попадаемся. Екатерина Пенова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова